Вы попали в ловушку, приготовленную безумным учёным. Он проводит эксперимент и хочет, чтобы вы окунулись в один из четырёх резервуаров с водой. Однако первый резервуар кишит ядовитыми змеями. Во втором – кислота, способная разъесть даже металл. Вода в третьем резервуаре кишит бактериями. В четвёртом же – плавают пираньи. Какой резервуар нужно выбрать, чтобы спастись? Выбирайте третий, он самый безопасный. Многие бактерии очень даже полезны. В Париже есть небольшой семейное кафе под названием «Десять флагов». Но возле входа их висит только восемь. Владелец легко мог бы повесить ещё два флага, но отказывается это сделать. Почему? Люди часто замечают ошибку и заходят, чтобы сказать об этом владельцу. После этого они обычно остаются на обед. Джон позвонил в полицию, чтобы сообщить об исчезновении своего друга Марка. Он рассказал, что две недели назад предложил Марку пожить в своём пляжном домике в Майами. Ему хотелось, чтобы друг насладился летом и теплом. Но, вернувшись из двухнедельной командировки в Чили, он обнаружил, что Марк пропал. Полицейские выслушали историю Джона и поняли, что он лжёт. Как они узнали? Если в Майами лето, значит в Чили зима. И всё же Джон вернулся загоревшим. Это значит, что он не был в Чили. Что можно заполнить пустыми руками? Перчатки. Она чёрная, когда чистая, и белая, когда грязная. Что это? Доска. Что может пройти сквозь стекло и не разбить его? Свет. Продолжите список. О, Д, Т, Ч, П, Ш. Это первые буквы числительных. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Так что вы можете продолжить так. С, В, Д, Д. Миша в 600 раз старше одного из своих родственников. Такое возможно? Да. Если мужчине 50 лет, а его правнуку один месяц. Можно ли прыгнуть с трёхметровой лестницы и не пострадать? Можно. Прыгайте с самой нижней ступеньки. Как соединить девять звёзд с помощью всего четырёх линий, не отрывая руку от бумаги? Вот так. Какое число будет следующим? Один, три, один, один, два, 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 один. Каждое число описывает предыдущее. Уберите одну спичку и передвиньте другую, чтобы уравнение стало верным. Готово. Добавьте две спички, чтобы уравнение стало верным. Отлично. У меня есть язычок. И хотя я не умею ходить, я много где побывал. Ботинок Посреди похода вы понимаете, что у вас нет воды. Но вы очень хотите пить. Есть три способа раздобыть воду. Какой из них безопаснее? Выжать жидкость из кактуса? Попить стоячей воды из озера? Взять воду из бурной реки? Жидкость в кактусе не самая безопасная. А стоячая вода в озере кишит бактериями и паразитами. Самый безопасный вариант – пить из реки. Несколько дней назад вы потерялись в дикой природе. И понятия не имеете, в какой стороне цивилизация. Зачем вы последуете? За пролетающим по небу самолетом, за течением реки, за группой животных. Лучший вариант – река. С начала времен люди строили деревни вдоль берегов. Загадочный биолог приглашает вас домой на ужин. Он провожает вас в подвал и ставит перед вами три тарелки со странным содержимым. На одной тарелке лежат белесые грибы с белым геменофором. На второй – касторовые бобы. На третьей лежит рыбий мозг. Что из этого не опасно есть? Рыбий мозг – единственное не ядовитое блюдо. Миша пригласил друзей к себе на вечеринку. Когда ребята поели и потанцевали, они решили поиграть в прятки. Единственное место, куда Миша никому не разрешил заходить, был кабинет его дяди. Молодой человек объяснил, что его дядя очень странный, и по всей его комнате расставлены ловушки. Игра началась! Данил не смог найти укромного места, чтобы спрятаться, и в панике забежал в первую попавшуюся комнату. Только услышав звук закрывающегося замка, молодой человек понял, что попал в кабинет дяди. На двери был установлен замок с буквами. Растерявшись, Данил решил осмотреться. Что это в углу? Клочок бумаги? Он взял его и увидел четыре цифры. Один, шесть, пять, девять. Молодой человек поразмышлял пару минут и вскоре выбрался из комнаты. Как? Кодом были первые буквы четырех записанных на бумажке цифр. О, Ш, П, Д. Однажды охранник в тюрьме подслушал, что кто-то хочет сбежать. Он просмотрел все записи с камер наблюдения и обнаружил, что две женщины вели себя очень подозрительно. Одна из них была бодибилдером с короткими волосами и татуировками по всему телу. Вторая была очень спокойной и замкнутой. Она предпочитала ни с кем не общаться и часто плакала, сидя в камере. Отсмотрев видео несколько раз, охранник понял, кто хотел сбежать. А вы догадаетесь? Вторая заключенная. Из ее хлеба торчал напильник, которым она собиралась подпилить решетки камеры. Вадим – успешный предприниматель, который владеет многомиллионным бизнесом. Как-то раз он и его друг, частный детектив Артур, приехали из долгой поездки за границу и решили остановиться на вилле Вадима. Когда мужчины вошли в дом, они обнаружили, что все ценное было украдено, а вокруг царил настоящий хаос. «Меня не было всего месяц. Что здесь произошло?» – воскликнул бизнесмен. Артур взял яблоко и принялся задумчиво его жевать. «Замок не сломан, значит, у грабителя есть ключ». Спустя какое-то время детектив попросил Вадима пригласить трех человек. Маша – племянница Вадима. Сказала, что ни разу не приезжала к дяде. У нее два месяца назад сломалась машина, а вилла находилась слишком далеко. И до нее нельзя было доехать на общественном транспорте. Екатерина – горничная. Утверждала, что заходила пару недель назад, чтобы принести еду и сделать уборку. Но с тех пор она ни разу не была на вилле. Виталий – садовник. Сообщил детективу, что был в отпуске и только недавно вернулся. Он даже предложил показать билеты на самолет. Но детектив уже понял, кто стоял за всем этим. У вас есть восемь секунд, чтобы разгадать тайну. Горничная. Она сказала, что привезла еду пару недель назад. Но яблоко, которое ел Артур, было свежим. Продолжение следует.